Прививку сделала уже заранее. А что касается народной медицины, как-то профилактикой занимаемся? Нет, предпочитаю более такие способы, вакцинацию. Я предпочитаю народные средства, лимон, мед, перга, витамин С, шиповник. И закаляемся, и занимаемся спортом. У меня философский подход к этому, на медитации. И все, водички побольше и медитации, и нет проблем. Деткам противовирусные обязательно даю. Если маленького в саду дала в этом году первый раз. Профилактика – залог хорошего самочувствия, формула здоровья и рецепт бодрости. Занятия спортом, теплая одежда, крепкий сон и даже медитация. Методы профилактики сезонных заболеваний у каждого свои. Несомненно, все они хороши и сугубо индивидуальны. А вот брещанка Валентина Ивановна, в отличие от опрошенных нашей съемочной группой горожан, в сезон подъема заболеваемости не забывает заглядывать в городские аптеки за витаминами. Такая форма профилактики уже который год помогает женщине давать отпор вирусам. В сезон простуд я стараюсь побольше пить чаев с лекарственными травами, для того, чтобы повысить свой немножко иммунитет. А также я принимаю витаминные комплексы. Поэтому сегодня обратилась в аптеку за тем, чтобы приобрести витаминный комплекс, чтобы укрепить свой иммунитет, чтобы не болеть в сезон простуд. За стеклами аптечных витрин запасов лекарственных средств более чем достаточно. Самостоятельно сориентироваться в многообразии предлагаемой продукции непросто. Широкий ассортимент лекарственных средств и биологически активных добавок для профилактики и лечения простудных заболеваний есть и для взрослых, и для детей отечественного и импортного производства. В первую очередь это большое количество наименований витаминов и поливитаминно-минеральных комплексов. Это могут быть как моновитамины. В частности, очень популярна аскорбиновая кислота, представленная в аптеке более 20 наименований различных форм. Это и таблетки, дрожжи, жевательные таблетки, порошки. Более 80 поливитаминных и витаминно-минеральных комплексов для различных возрастных групп. Свыше 50 наименований противовирусных и иммуномодулирующих средств. Порядка 40 наименований препаратов для симптоматического лечения. Таблетки, капсулы, растворимые порошки. Также хорошо представлена линейка отхаркивающих и противокашливых лекарств. Сиропы, таблетки, постилки, порошки. Сегодня большинство пополняют домашнюю аптечку препаратами, стимулирующими и повышающими иммунную систему организма. В первую очередь покупают симптоматические для лечения симптоматики простудных заболеваний. Это первый и второй день лечения заболеваний. Безусловно, надо обращаться к врачам, к лечащим врачам, терапевтам, чтобы была правильно диагностирована причина заболеваний. То ли это вирусная инфекция, то ли это простудного характера. Отсюда будет и различное лечение назначено.